Он все время считал себя творцом своих деяний. Но он это делал, не надеясь на это войско. Это он воспринимал только как милость от Всевышнего Аллаха. Не надо меня бояться, я же, говорит, не царь. Если человек себя считает автором какого-то добра по отношению к самому себе, он будет себя благодарить. Он будет думать, что он сам себе риск дает, что он заслуживает того, чтобы он сам себя благодарил. Если человек, к примеру, видит, что его другой человек кормит, ему что-то хорошее делает, он непроизвольно начинает благодарить того, кто ему благо оказал. Если человек видит, что Аллах ему все это делает, то он непроизвольно начинает Аллаха благодарить. И вот Иблис, он столько времени поклонялся Всевышнему, он все время считал себя творцом своих деяний. Хоть он языком говорил, что Всевышний все создает, но в сердце он с этим не соглашался, он все время видел, как он сам Ибадатом занимается. И когда уже наступил такой день, когда Всевышний Аллах ему сказал, чтобы он Адаму алейсалим сужда сделал, он посчитал себя более достойным, чтобы самого себя слушать, чем Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что он же считал себя творцом своих деяний. Он сам всего этого добился, Аллах ему ничего хорошего не сделал. Вот такое у него было мнение. Поэтому он последовал своему закону, своему шариату, нежели закону Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, который имам Ахмад передает в хадисе, сказано, что он сказал, в раю, говорит, есть степень, которую Аллах уготовил только для рабов Всевышнего Аллаха, не для пророков, не для любимцев, только для рабов Аллаха. И я, говорит, надеюсь, я мечтаю, что Аллах даст мне эту степень. И вы, говорит, простите у Аллаха, чтобы Аллах дал мне эту степень, кто сделает дуа за меня, за того, что я в судный день шафаат буду делать, говорит пророк Салалалу алейкум. Вот раб, кто такой раб? Ахмад, это тот, у которого нет права на какую-то собственность, на правильные мысли, на правильные идеи, на какое-то хорошее действие. Он себя вообще не считал творцом каких-то деяний. Если он намаз совершал, он понимал, что Аллах через него этот намаз вывел. Все, что он делал, призывал людей к исламу, что бы он ни делал, он к себе ничего не относил. И, соответственно, он был доволен не самим собой, он был доволен Аллахом, который ему все это делал. А иблис, он был доволен самим собой, считая, что он сам себе все это делает, а не был доволен Всевышним Аллахом. То есть признак самодовольства – это то, что человек отрицает, что Всевышний Аллах что-то создает через него. Это значит, он себя считает творцом своих деяний. Самодовольство, гордость. Почему Пророк говорит, что в Судный день, говорит, человек запах рая не почувствует, у кого в сердце есть пылинка гордыни? Потому что это полностью противоречит исламу. Каждый человек из нас говорит, что Аллах все создает. Ля гуль мульку – Аллаху все принадлежит. Говорит словами вот такое вот правило, а в сердце он с этим сам же не согласен. И гордость, она не может никак появиться у человека, кроме как считая себя творцом каких-то деяний. Вот поэтому такой скрытый, такой ширк получается. Из-за этого Всевышний Аллах говорит, этому человеку запах рая даже не даст почувствовать. Вот эта вот картина скромности того, что он, Пророк, Салли Аллаху, он был рабом. Вот ярко выражается в истории, которую мы будем сегодня приводить. Мы останавливались на этом отрывке, на том месте, где Пророк, Салли Аллаху, заключил договор с меканцами, с курашитами Сульху-ль-Худайбия. Через полтора года после этого договора было два племени, которые заключили договор, одни с курашитами Бану-Бакар, другое племя Бану-Хуза'ат, оно заключило договор с Пророком Салли Аллаху, и вот племя Бану-Бакар, которые были союзниками курашитов, вместе с курашитами напали на Бану-Хуза'ат и пролили их кровь. Они вероломно поступили. Получается, они нарушили договор, который был заключен с Пророком Салли Аллаху, и Амар ибн Саллим, такой человек из племени Бану-Хуза'ат, приходит к Пророку Салли Аллаху, пожаловавшись, он показал кровь, вот так, говорят, они с нами поступили. Пророк Салли Аллаху, так сильно разгневался, и Абу-Суфян, который был предводителем меканца, меканца, он узнал об этом поступке, он очень сильно опечалился, он понял, что уже все, уже не остановит Пророка Салли Аллаху, они первыми начали этот договор нарушать, и он быстренько, надеясь на то, что никто не опередил его, что до Пророка Салли Аллаху, эта веса еще не дошла, он поспешил в Медину, чтобы этот договор продолжить, чтобы урегулировать вот этот момент. Но Пророк Салли Аллаху, он уже был в курсе, и когда Абу-Суфян прибыл в Медину, он заходит к своей дочке домой, она была женой Пророка Салли Аллаху, умму Хабиба, и когда он зашел к ней, он захотел сесть на кровать Пророка Салли Аллаху, на его постель, она быстренько убрала. Он спрашивает у своей дочки Абу-Суфян, «Ты это убрала, считая меня недостойным, чтобы я там садился на эту постель, или же наоборот, эта постель недостойна того, чтобы я туда садился». Жена Пророка Салли Аллаху говорит, «Я убрала, потому что ты недостойен туда садиться. Ты, Грязный человек, для того, чтобы туда мог сесть». И он говорит, «Как же испортился твой характер, как ты ушла от меня?» И вот так вот он начал подходить к Пророку Салли Аллаху не принял его. Он начал подходить к другим большим сподвижникам, к мухаджирам, своим односельчанам, меканцам, чтобы через них хотя бы достучаться до Пророка Салли Аллаху. Они, естественно, по ложе мнению, что и Пророк Салли Аллаху не приняли его. И он вернулся обратно ни с чем. Даже меканцы подумали, что он религию и ислам принял. Чтобы это сомнение, чтобы убрать, он пошел поклон, сделал идолу. И, в общем, уже Пророк Салли Аллаху начал готовиться к походу на Мекку. Этот поход, он был очень тайным. Он никому об этом не рассказывал. Даже есть версия, что Абу Бакар, Ради Аллаху Ану, самый доверенный, даже он, говорит, не был в курсе, куда Пророк Салли Аллаху будет направляться с войском. И когда они уже направились туда, вот Пророк Салли Аллаху это все делал для чего? Для того, чтобы избежать кровопролития. Чтобы ни один человек, чтобы не умер из меканцев, это все он делал, чтобы внезапно прийти к ним, увидел эту силу, эту большую армию, большое войско, чтобы они почувствовали страх и без боя, чтобы сдались. И когда уже они направились, один человек, которого звали Хатеб, у него была семья, которая жила в Мекке, он отправил одну женщину, дал ей определенную сумму денег с письмом, чтобы она сообщила меканцам о намерении Пророка Салли Аллаху Ассаляму. В письме было сказано примерно, вот к тебе, говорит, к вам идет очень большое войско, подобно селевому потоку, подобно темноте в темную ночь, подобно теме в темную ночь. Вам, говорит, не одолеть Пророка Салли Аллаху Ассаляму. Если даже он придет один, все равно Аллах ему окажет поддержку. И об этом Всевышний Аллах сообщил Пророку Салли Аллаху Ассаляму. Пророк Салли Аллаху Ассаляму отправляет Зубайра Али и Микдада, чтобы они догнали эту женщину, дал точные координаты, где она находится, чтобы они забрали это письмо. Когда забрали это письмо, Пророк Салли Аллаху Ассаляму подозвал к себе Хатеба, человек, который участвовал в битве Бадр. Он был верующим человеком, он не был мунафиком. Он ему говорит, почему ты вот так вот сделал? Он говорит, о, посланник Аллаха, у каждого, говорит, из мухаджиров, то есть кто переселился из Мекки в Медину, у них есть в Мекке, кто, если вдруг они умрут в битве, кто будет заступаться за их семья, кто будет ухаживать за их семьями. У меня, говорит, нету никого. Я просто, говорю, свою семью хотел сохранить. И Умар, ради Аллаху Ассаляму говорит, о, посланник Аллаха, позволь мне, говорит, отрубить голову этому лицемеру предателю. Пророк Салли Аллаху Ассаляму говорит, а стал, говорит, у Умар. Он же, говорит, принимал участие в битве Бадр. Возможно, говорит, Всевышний Аллах сказал тем, кто принимал участие в битве Бадр, с этого дня делайте, что хотите, вы уже прощены. Настолько была большая степень вот тех людей, которые в самую трудную минуту оказались рядом с пророком Салли Аллаху Ассаляму. Когда это была первая битва, когда их было очень мало. И пророк Салли Аллаху Ассаляму его простил. Он понял его, вот эту вот слабость. И так он направился в Мекку. Когда он достиг Мекки, он, не доходя до Мекки, он разжег огромный костер. Для чего? Для того, чтобы мекканцы увидели эти большие костеры, тысячи огней. их же было 10 тысяч, было сподвижников. Увидев эти костры, чтобы мекканцы подумали, что суд наступил, чтобы их охватил страх. И тогда Абу Суфян увидел эту картину, он с несколькими людьми из Мекки выходит посмотреть, что там на самом деле происходит. Он туда прибыл, он видит, что это пророк Салли Аллаху Ассаляму. Он удивился. Среди них был Аббас, радия Аллаху Ану, дядя пророка Салли Аллаху Ассаляму, который в конце успел сделать хиджра из Мекки в Медину. Когда пророк Салли Аллаху Ассаляму ехал в Мекку, Аббас со своей семьей вышел в путь сделать хиджра, и пророк Салли Аллаху Ассаляму говорит, так же, как я являюсь последним из посланников, ты являешься последним из переселенцев, из Мухаджиров. Отправ, говорит, свою семью в Медину, а сам, говорит, с нами останься здесь в лагере. И Абу Суфян, у него были хорошие отношения с Аббасом. Пророк Салли Аллаху Ассалям, когда хотел Умар, радия Аллаху Ану, хотел наказать Абу Суфяна, он говорит, остави его Умар, и Аббасу сказал, покажи ему обстановку, вот это войско, ряды, эту мощь, силу, покажи, для того, чтобы он понял, вот, что на них движется, на Мекканцев, для того, чтобы он вернулся и сообщил своим людям, что воевать смысла нету. Это все делалось только ради того, чтобы избежать кровопролития. И в этот момент Абу Суфян, он читает формулу шахады, когда пророк Салли Аллаху Ассалям сказал, неужели хоть сейчас ты ислам не примешь? Он произнес формулу шахады, но это он сделал неискренне. Вернувшись обратно, он уже начал говорить людям, что пророк Салли Аллаху Ассалям обещал, что не тронет того человека, кто зайдет в Каабу, кто не выйдет из своих домов, кто зайдет в мой дом, с ними, говорит, пророк Салли Аллаху Ассалям ничего не сделает. И вот, когда уже они направлялись по дороге, был момент даже, когда собака, говорит, лежала, и они, говорит, молоко сосали, щенята. пророк Салли Аллаху Ассалям одного сподвижника приставил к этой собаке. Для чего? Для того, чтобы это десятитысячное войско, чтобы оно не стало помехой, чтобы эти щенята продолжали кормиться. Настолько пророк Салли Аллаху Ассалям обращал на такие мелочные моменты внимания, за счет этих моментов Аллах ему крупные моменты давал. И вот, когда он уже заходил, говорит, в Мекку, он, говорит, так зашел в эту Мекку, что его борода, она касалась седла верблюдицы. Он, говорит, как будто бы был на земном поклоне. Он, не зная, как отблагодарить Всевышнего Аллаха, как раб, без капли гордости, зная, что с ним рядом десять тысяч воинов, зная, что он идет к тем людям, которые вывели его из города, которые принижали, как хоть ему не вредили, но он это делал, не надеясь на это войско. Это он воспринимал только как милость от Всевышнего Аллаха. И даже когда он зашел в Мекку, к нему один человек подошел, с ним поговорит, он был в страхе. Он дрожал от страха. Пророк Сырлау Лау Саляму говорит, «Хауин алейка, фа инни лясту бималеки, инни ибну имратин мин курайшин та кулю лькадыда». Успокойся, он ему говорит, не надо меня бояться, я же, говорит, не царь. Я всего лишь сын женщины из курайшитов, которая ела сушеное мясо, раскаленное на скалах Мекки. Даже там пророк Сырлау Лау Саляму проявил такую скромность, когда человек говорит, я сын моего отца, такого-то человека, там даже бывает, вот чуть-чуть гордость такая будет, я такого-то человека сын. И вон там пророк Сырлау Лау Саляму показал, насколько он является рабом Всевышнего Аллаха. Пророк Сырлау Лау Саляму, когда зашел в Мекку, он говорит, «Илялла, поднись, говорит, накаду, чтобы прокричать азан, Белял не смог подняться, он говорит, Абу Бакру и Умару, встаньте, говорит, под ним, чтобы он положил свои ноги на ваши плечи, чтобы он поднялся на Каабу». Они встали там, они подняли его, он положил свои ноги на их плечи. И был такой человек, Хишам ибн Хариф, он говорит, «О, если бы, мы были под землей, чем увидят, говорит, эту черную ворону, как она возвысила сегодня. А если бы мы не жили, чем вот такой день, говорит, наступил бы». Так тяжело это было им перенести. Бывший раб сегодня положил свои ноги на плечи Абу Бакра и Умара, поднимается на Каабу и оттуда Азан читает. Вот так Всевышний Аллах возвысил мусульман эту религию и ислам. И в этот момент Пророк, салли Вауле, говорит, «Как вы думаете, как я с вами сегодня поступлю?» Они сказали, «Ты наш, ты благородный, ты сын благородного, ты, кроме как добра, нам, говорит, другого не окажешь». И он сказал, «Сегодня я вам скажу те же самые слова, что сказал Юсуф, алейхиссалям, своим братьям». «Ля татрибба, ля татрибба, ля татрибба, алейкум ульяума». «Нет вам никакого упрека сегодня». «Антумут уляка, антумут уляка, антумут уляка». «Ву свободны, ву свободны, ву свободны». И Пророк, салли Вауле, алейкум ульяума, вот так их простил, помиловал. После этого момента Абу Бакар, радия Аллаху, Пророк сидел около Каабы, он привел к нему своего отца Абу Кухафу, чтобы он принял Ислам. Пророк положил на его грудь руку и говорит, стань мусульманином. И он принял Ислам. В этот момент, когда Абу Кухафа протянул ему руку, чтобы дать присягу верности Пророку, Абу Бакар начал плакать. Пророк говорит, почему ты плачешь? Нужно радоваться сегодня. Он говорит, я плачу, потому что сегодня эту руку держит, твою руку держит мой отец, а не твой дядя Абу Талиб. О, как сильно я обрадовался бы, если бы ты обрадовался тому, что принял Ислам Абу Талиб. Ты же его очень сильно любил. Вот такая вот была любовь у Абу Бакара, ради Аллаху ану. То есть он больше обрадовался бы принятию Ислама, его дяди Абу Талибом, нежели принятию его отцом. Вот такая вот была у них любовь. Дай Аллах нам, чтобы мы не восхищались своими деяниями, как это делал Иблис. Чтобы мы были рабами Всевышнего Аллаха. Аль-Хамду лиляхи и Раббиле алиминь.